Короче, у нас Ильич славится тем, что он супер гибкий. И он говорит, я самый гибкий человек на планете Земля. Нужна проверка? Ну еще и Богдан Текен Бой сегодня с нами. Не уходить. Пойдем, как подъем, ребят? Окей. Ну вот, у нас здесь, наверное, метр. На самом деле, разбивайка. Надо, надо. Просто. Ай! Ай! Не вызывать не нужно, скорую там, МЧС. Есть! Ничего себе! Вставай, братан. Три, два, один, пошли! Давай, 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 братан, нужен шарф! Круто, круто. Фу, очень. Ильич, давай пару фирменных. Мэйвейзер пошел. Ну, сейчас сделай тройные. Ли, сейчас. Это порядка 16 оборотов было. Да, 16 оборотов. Мы пришли к Насте Завистовской. Это, по моему мнению, самая крутая девушка с крутой растяжкой. Вот, на самом деле, я давно за ней следил. И первый раз я вот с ней встретился. Очень круто. Ну, типа, я такой, прикольно. Я сюда пришел, чтобы проверить свою растяжку. Проверить растяжку Богдана. Ну, собственно, мы сейчас будем заниматься упражнениями на гибкости. И смотреть, что вообще из нас может получиться. Пойдем с Настей знакомиться. Пойдем. Потихонечку. Алексей Андреевна, расскажи, пожалуйста. Смотри, у нас Ильич славится тем, что... А у меня очень широко. У меня лицо очень так широкое. Не-не, не переживай. У нас Ильич славится... Короче, у нас Ильич славится тем, что он супергибкий. То есть, он может сесть на шпагат со штангой над головой. И он говорит, я самый гибкий человек на планете Земля. А я думаю, что это не так, потому что я с тобой уже знаком давно. Нужна проверка. Ну, еще и Богдан Текен Бой сегодня с нами. Он как бы не славится, как очень гибкий человек. Но он тоже решил проверить свои силы. Хорошо, мы проверим, посмотрим, все сделаем. Давайте, вы действительно разогрелись хорошо? Я не буду. Давайте, пожалуйста, ребят, еще попрыгайте. Победайте. Это серьезно важно. Прыгаем еще 2 минуты, потом за мной быстренько повторяем упражнение на разогрев. И начинаем. Богдан, у тебя впереди еще будут бои? Расскажи, пожалуйста. Я еду сейчас в Москву опять разговаривать по этому поводу с Эмираном. Наверное, да. Какой соперник тебе нужен? Девчонка? Любой соперник. Главное, чтобы он не был меньше меня. То есть я не могу выходить с человеком, который меньше меня. Это 100%. Больше тоже не очень что-то получается. Ну, лучше проигрывать красиво, чем выигрывать отстойно, короче, вот так вот. Ильич, на самом деле, ну вот у тебя была бравада такая, что ты невероятно гибкий человек. Ты меня так представляешь немного, я не говорю, что я прям супер жесткий. Вот, но я тем более, что сейчас я качался много. Когда в зале качаешься, ну, гибкий сразу уходит, то есть мышцы закрепощаются. Вот, но на самом деле у нас есть Руслан Сафаров, да, Сань? Угу. Надо присадиться на шпага, в принципе, при неплохой форме. При лучшей форме, Казан, я-то выболел. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Я надеюсь, что Настя даст пару советов по улучшению гибкой стенок, поэтому в бой. Давайте буквально для меня все равно что-то делаем. Вот, вот, носки по 45 градусов, приседаем, колени в сторону. Два, три, колени назад уходит восемь и девять, и десять. И статика, колени, я расставлю на пол, чтобы попадал на колени ноги. Взять и пятки касаются полу, оба колена. Два, три, и раз, и два. Багданчик, хорошо получается. Здесь, перешли выпад, нас качаем, полу колену сзади. Ровный раз. Здесь, безобедными надо сейчас прокрутить, разворачиваемся, пространим выпад с лицом к зеркалю и обратно. Всего лишь пять раз. Раз. Да, 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 не пятая, потому что прокрутка идет. А когда Багдан морщит, я рада. Вы шагнули положение широкого шага, колено на пол, раз. До прямого колена заделать два, и вот куда полу идти, и три. Кранаж не почувствует. Таз к полу, раз, колено задел жесткое, два. И смотрите, почувствовать, три, и четыре, и пять. Раз. Вернуться. Давай, парниши, два. Все, коснение. Пряжеление, делаем разобег, моя любимая авторская методика, серьезно. Окей, мы прокручиваем ручки назад, не сгибаем локти, ну, как у вас получится, так и получилось, окей? Оставили руки. Дальше. Так, ракурсы. Удачно сейчас надо что-то сделать, это еще важно. Ноги за себя. Ага. Дверь, Катя, здесь любой ракурс. Да. Удачно. И обратно. Десять раз. Неплохо, кстати, речь. Полезная информация, ребят, упражнение хорошее для того, чтобы плечевые суставы разогреть, спину разогреть, заднюю поверхность бедра под коленкой и икроножную протянуть. На самом деле протягивается вся задняя линия. От первошейного позвонка до кончиков пальцев, ног. Ой, хорошо, пошло, брат, хорошо. Я сейчас все задушу. Мне знаешь, что для счастья нужно вообще? Чтоб ты потел, а Богдан Борчалов. Настенька, ну что, давай перейдем к настоящим испытаниям. Да, но мы будем поступательно работать и начинаем с самого классического и, на мой взгляд, простого, но классного упражнения. Это классика растяжки, положение складочка. Мы сейчас в динамике его прорабатывали, но мы сейчас на ребятах посмотрим, кто на что способен. Проражение складочка у нас идет сгибание тазобедренного сустава, именно тазобедренного сустава. Наклон вперед с ровной спиной, лопатки приведены к позвоночнику, подколенная ямка стремится к полу. В прямом строении ног возможен подъем пяток с пола. Стопы сокращены на себя, шейные позвонки, продолжение позвонков грудного отдела. Прямая спина, максимально выпрямленные коленные суставы. Окей? И без закива шейного отдела. То есть у нас шея – это продолжение спины. Стопы на себя сокращаем максимально, так чтобы подколенная ямка стремилась к полу. И начинаем опускаться вниз. Помните про шею, помните про спину. Руки – продолжение спины. И мы опускаемся в эту линию, держим. Видите, я смотрю на себя в зеркало, я проверяю, чтобы у меня руки были продолжением спины. Все, я опустилась, дальше опускаться некуда. Ну и дальше можно собакинуть, как бы. Богдан, хорошо получается, молодец. Если на вас будет тренер садиться при проверке гибкости показателей, это будет не честно. Это не честная проверка показателей. Когда на вас давят, оказывают, ну, какое-то еще сверхдавление кто-то, это мы не вашу гибкость проверяем, мы проверяем силу и вес тренера. Плечи опускаем. Лопатки к позвоночнику привели. Вот, и плечи вниз теперь. Я просто держу слегка, я не тяну. И сейчас, в данный момент, ребят, дальше уже не получится у Богдана вперед наклониться, не согнув спины, либо не согнув ног. Значит, это его максимальное положение упражнения складок. Ну, неплохо, если так скажу. Так, со стороны смотрю, вообще нормально. Он практически как у тебя. Меня сейчас отпустит, я назад. Смотрите, уже лучше. Ну, у меня сразу начинает спина круглиться. Не надо. Нет, не надо. Можно еще помогу? Давай. Наклон делаем и смотрим себе в ноги. Вот это место тянете вперед. Лопушка. О, ты что? Ты можешь его поддаваться мне? На себя стопы тянем, и за внешний край стопы хват. Вот здесь. И это как бы, как рычаг. На себя. Вот это место полу тянем. Вот, строение коленного сустава. Можно теперь я сделаю? Давай. То есть, на самом деле, вот как он может. Вот это сейчас я показываю пассивную растяжку, когда тренер тянет. Видите? Посмотрите, пожалуйста, на пятку. Видите? Функциональная гибкость. Это когда человек сам может удержать мышцы вот в таком положении. Ты умница, смотри, может. Может, сделай ровно. Мне кажется, ты сломала его. Ноги идеально сейчас держишь. Супер. А теперь пошел на плот. Давай, давай, давай. Ну, что ж ты носом-то опять идешь вперед? Хорошо. Да. Ну, меня дать не тянет. Конечно, тянет. На самом деле, очень хорошо, зато разгибается колено сустав. Лопатки приведены к позвоночнику. Плечи вниз. И сейчас мы видим максимально возможное положение складочки у гибкостика. Фиксирую. Слушай, невероятная гибкость, брат. Невероятная гибкость. Ставьте лайк за гибкость, Егора. Хорошо, проверили тем самым мы спину, ноги проверили. Давайте теперь проверим внутреннюю поверхность бедра. Я помню, что тебе будет сейчас тяжеловато. Но мы будем аккуратно все делать. Растяжка всегда аккуратно работает. Ну и что, просто банально. Ноги. И конца. Господи. Ты без разогрева так можешь делать, да? Естественно. Ильич, сейчас ответка должна быть у тебя. На самом деле, просто очень хорошо. Я могу еще, подожди. Хвали его. Я только хотела сказать наглядный пример того, что да, здесь нужно хвалить человека. Молодец, Ильич, молодец. Блин, сейчас еще подожди. Молодец, молодец. Ребята, пишите в комментах, что Ильич молодец. И тогда в следующем видео. Ладно, на самом деле, круто то, что показывает человек, то, что может сам. Это не я подошла, а не дотянула. Если бы я подошла, а дотянула, мне кажется, у нас бы получился угол 180 градусов разведения ног, скорее всего. Ну, посмотрим, как это было. Вот. Ну, я бы не могу. Я привыкла. Так, нам нужно, чтобы спина была ровная. Все. Не у меня, конечно. Вот тут неприятно стало. Вот так вот. Ильич, помогай. О, уже, уже. Все? Так. Больше не можем? Не можем. Тогда? Дорвался. Тогда хорошо. Мы больше не будем. Напрягайте ноги. Напрягайте спину. Так что мы сейчас уйдем. Вам нужно удержать это положение. Вы нам покажете... Не уходите. Пойдем кофе попьем, ребят. Все, отпускаем. А, что-то у меня... А, жопу сводит. Я сейчас объясню, почему сводит ягодичную. Для того, чтобы удержать это положение. Ребят, мышцы антагонисты должны быть в напряжении, когда вы показываете функциональную гибкость. Здесь мы растянули, соответственно, здесь-то оно сократилось. Но здесь нужно это удерживать. Поэтому ягодичная должна быть в напряжении. Я умышленно напрягаю ягодичным, чтобы удержать это положение. Те, кто хочет сесть на поперечный шпагат, пожалуйста, также тренируйте навык плие по второй позиции. Они, кстати говоря, все эти навыки, все эти фишечки, они есть в моей программе. Программа называется «Сплит-2». Про поперечный шпагат как раз таки. А ссылочка будет, естественно, в описании к видео. А ты телек так же смотришь дома? Ну, не, на самом деле, если я дома лежу, то я никогда на танце, типа, не лежу, а-ля вот так. Всем тем, кто в спорте, либо в танцах, связанном с гибкостью, нам удобнее вот сидеть, да, типа, как-нибудь вот так сидеть, смотреть. Правда, удобно. Либо я там сижу на диване, ногу закину, вот так сижу, там неудобно, как-то сидеть. Здорово. Необычно, когда, представляешь, заходишь в гости, а тебя человек встречает. Тебе встречает на полу вот так вот. Дальше, у меня же еще есть для вас тоже проверки, пойдем дальше. Ну, в динамике, во время разогрева немножечко я уже приметила, что там с плечевым поясом у ребят, но мы сейчас делаем конкретно на него проверку. Берется либо веревочка, либо скакалка, хват на комфортной для себя ширине, так, чтобы можно было провернуть руки назад, не сгибая локтевые суставы, не поднимая плечи синхронно. Без разогрева получается практически с захватом одного пальца, с разогревом у меня получается вот такой прокрут. Ну, сейчас я, честно, просто... Хорошо для плавания очень. Брат, тебе советую и так не пробовать. Да-да-да, я если один раз так сделаю, мы потом будем снимать какой-то такой. Ты будешь гибкий вот в таком полностью, понял, ходи. Вопрос о том, полезно это или не полезно, нормально это или ненормально, да? У нас плечевые – это шаровидные суставы. Он может произвести вот такое вращение, естественно, удерживает его связь. Что касается нормальности, для жизни это действительно необязательно. Еще раз повторюсь, для спорта, связанных с гибкостью или для танцев, ну, это желательно, да, потому что есть многие элементы, которые выполняются и необходимы именно подвижность плечевых суставов. А для человека просто вот, да, неплохо бы их разрабатывать. Почему? Потому что если мы их не разрабатываем, у нас ухудшается кровоток, у нас ухудшается оценка, у нас уходят плечи вперед, у нас не поднимаются руки, так как это должно быть анатомически верно, а поднимаются они вот только так. А то, что уже для человека отход от анатомической нормы, конечно же, это печально, да, потому что это говорит о скованности и малоподвижности. Так что, ребят, надо заниматься растяжкой, гибкостью, ну, конечно, в умеренных количествах. Я не говорю, что всем надо сидеть на шпагатах, хотя это красиво, безусловно. Грудная клетка не должна уходить вперед. Представь, что здесь натянута ленточка, и то есть, когда ты перегибаешься, это неправильно. Ты должен держать. Ты держишь очень хорошо сейчас. Сейчас здорово. Все чуть ниже плечи, и это классно. Окей. Ну вот у нас такой вот показатель гибкости и подвижности плечевых суставов у Егора. Здесь, наверное, нет. На самом деле, развивайка. Ну, скажешь, что неплохо? Что неплохо? Давайте за руку, у кого будет шире. Давай. Я шире столько долго. Давай. Все, что осталось. Четко. Ты же говори, да? Прям по уши возьми. Давай, братан. Ты жив? Нормально все? Да, все нормально, все нормально. А этот треск был, это нормально? В первом раунде побеждает Богдан Хлебников по кличке Tekken Boy. У него шире, реально. Давайте навык продольного шпагата сейчас проверим, да? Окей, ребята, потом еще одна приверчика останется. Честно, я не знаю, кто эту терминологию ввел в использовании про женский мужской шпагат, но, по-моему, это просто продольный потеречный шпагат. Угу. Окей, бедро должно задней ноги лежать попалу. Нюанс. Неправильно, если вы сидите вот так. Очень многие, очень многие сидят вот так и говорят, о-хо, продольный шпагат, круто. Нет, вы просто широко раздвинули ноги. Это не навык продольного шпагата. Это не навык. Так, мы сейчас про продольный шпагат. Вспоминаем, пожалуйста, рамка. Два плеча, два бедра. Одна плоскость. Соответственно, мы ее не ломаем, не уводим косточку назад, окей? Ты стараешься как бы закрыть, как будто бы. Смотри, уже почти касание есть, брат. Нет, нет, ты сейчас правильно идешь. Круто, очень ровно. Если я иду, видишь, и все, это мой максимум сейчас. Значит, вот, это твой максимум. И не надо стараться делать ее, да? Да, если я вижу, я опускаюсь, потому что то, что ты говорила, мне вот сходит нога. Я как-то хипохом занимался, то шпагат для меня это было просто, вот право. Сейчас это не просто. Так ты в пушке, потому что накачал. Ну, вообще, так, просто для, так сказать. Не надо, я не вижу. Не, нет. Надо, надо. Ай! Ай! Можно оговорить меня про долю шпагати? Можно, как это называют, не носовой шпагат, когда ноги расходятся не в 180, а плоскость с полом, да? А поднимается выше. Мне кажется, и вещи вот здесь проблемы. Не вызывать не нужно скорую, там, МЧС, пожарные. Все нормально, да? Подтушить этот пожар невозможно. Сдушил, что вот, но растяжка среди девчонок популярна именно тем, что вот момент, когда человек растягивается, выделяются какие-то гормоны, и типа, и человек получает удовольствие. А откуда ты все это знаешь? Я же начитанный. Ну, как подготовился, чувствуется к видео. Апиоидная система начинает работать больше у человека, естественно, выделяется эндорфин в кровь. И действительно, и релаксант также. Так что после тренировки зачастую есть такое ощущение окрыленности и, скажем так, всемогущности. Действительно, есть такое и релакс, да-да-да, ощущение полета. Да и вообще, тянуться надо так, чтобы это было приятно. Давай, кто правило придумаем. Кто лучше сейчас сделает, тот получает приз. Кто получает приз? Кто получает приз. Нет, давай, кто хуже сделает. Кто хуже сделает, тот получает приз и носит домой вот этот шар. Заруба на шар, бро Итак, сейчас у нас последний тест Проверяем Навык мостика Я покажу, как было бы хорошо сделать Я буду делать из уходного положения Стоя Это мы проверяем гибкость позвоночного столба Прогибаем снизу Ставим руки Ну и пытаемся ляться руками Так, ну было жестко Но у меня большие ставки на Ильича В этом комплексе Четко А может его подстраховывать вот так? Да, вот так вот Оу, щит Еще чуть-чуть, брат Это все? Это круто, конечно Молодец Заруба на шар, брат Помнишь, нужно сделать чуть-чуть хуже, чем Ильич, чтобы победить Я надеюсь, что я выберу Потому что я не хочу шар тащить Слушай, если... Ничего себе, если по-другому жать Он просто не хочет шар Я буду еще раз Е, больно Очень здорово Не, на самом деле, просто спина мешает Вот я ее сокращаю И получается, что как бы ее дальше не сократить Ну вообще, даже нутя мешает позвоночник здесь, да, немного Если бы его не было, было бы полегче Наверное Я раньше брался от закладки и ходил вот так, да А сейчас вот спина толстая Ее когда... Короче, она сокращается Мы слишком толстые А они все, они в упор Лучше не трогай Там можно это, джечь Ильич, забирай шар пока Ты тащишь его домой сегодня А что, я выиграл, что ли? Ты выиграл, брат? Ты так не хотел нести шар, что ты победил Сломал Финальная заруба Ну не знаю, попробуйте мостик Мы встаем в исходное положение мостик И идем, кто быстрее дойдет до стены Что получает победитель? Есть? Можно еще шар забрать один? Конечно, можно Заруба надо еще больше Ваше рассмотрится лучше все-таки А по что, ты тоже участвуешь? Да Вставай, братан Три, два, один, пошли Давай, 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 брат, нам нужен шар Нам нужен шар Мы поднимаемся Это была мотивация, она тебя несла Просто полка мотивации Я просто руками скользил, видел? Да Я просто ехал, да? Сам был в шоке, я просто поехал Нужно еще раз, это жестко Как выигрывать шары? Круто, круто Настя, ну давай резюме по поводу гибкости моих парней Они старались, они действительно старались Это очень радует И есть что развивать Есть чем работать Ребята спортивные Растяжка им действительно необходима Для их профессионального спорта Которым они задействовали Я вообще готов просто слушать Настю и все Я просто, я не знаю, без слов нет Я просто слушаю и все Спасибо, это очень приятно Кто еще готов слушать меня И просто все Имейте в виду У меня есть программы По растяжке Там можно, на самом деле Меня просто слушать Если вам это приятно То ради бога Ссылочка, конечно же Будет в описании На мою онлайн школу гибкости С вами был канал Фитстарс И Рич Богдан Покенбой Всем пока Самая милая концовка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok